Это тетловнейший наставник, очень спокойно он выглядит, хотя представьте, какая бушует буря у этого заслуженного футбольного человека. Плюс ко всему обратите внимание, какой интерес его персона вызывает со стороны фотографов, в первую очередь снимающие прессы, ну, пишущие тут делать попросту. Также уже появляется на поле и вот теперь вузел на трибунах, потому что сборные Уругвая и Южной Африки появляются на газоне и как бурно публика приветствуется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отбиваются, которая вот в первом матче показала больше, чем от нее ждали. Все остальные, ну, почти все, показали менее качественный футбол, чем мы ожидали. В первом матче, тем не менее, верят в бомбардиры Аякса Товарес. Он сказал, что комбинационно, потому что тот же Суарес, тот же Фарлан, да? Футболисты высокого класса, прекрасно владеющие мячом, хорошо технически оснащены. Ну, вот сейчас Суареса сбили, сбили. Разгоняется Фарлан. Удар. Там, по-моему, Пейнар раньше выбежал из стенки. И что, арбитр к нему подходит и показывает желтую карточку. Самому, наверное, высококлассному футболисту в составе Южноафриканск. Меньше значительно, чем о бразильцах и аргентинцах знают. Между тем, в Уругвайе, кстати, живет достаточно много русских эмигрантов, но очень относительно русских. Это вполне знаменим. Очень хороший голкипер с превосходной реакцией. Богатейшие традиции. При этом, в Уругвайе у нас Кубок Мира. Но, тем не менее, посудите сами, это достижение, как в Великий Булгаков говорил, рукописи не горят. И золото Кубка Мира, оно тоже не тускнеет со временем. В Уругвай богатейшие традиции. При этом, в Уругвай... Эту атаку поддержал. Бить неужели будет? Да, пробит. А именно, шесть. Подача на дальнюю штабу. Хорошая какая подача была. И туда пошел сразу же второй номер капитан команды Диего Лугана. И все это было наигранно. Изначально как-то группа игроков располагалась здесь. И потом вот именно Луган. Африканская сборная. Дальний удар. Первый дальний удар по воротам. Симфифе Шабалала мяч получил. Полузащитник тот самый, который чудный по красоте гол сотворил в поединке. Ну вот, наконец-то проскочили. А слева должна быть последовательной дачи. Шабалала. Ух, как он задумал, а? Ну, интересно. Пробил, видел он. Видел. Сейчас Дмитрий скажет. Но все-таки им стоило делать передачу на лево. Еще дальше. Магновенно Мадисе. Первый раз он поменял свой фланг. Перечел слева на правый. Мадис Мексиканцев, он чаще на правом фланге оказывается. Давайте посмотрим. Суарес обыгрывает защитника. И удар наносил по чужим воротам. Предпочел именно так решить этот эпизод Луис Суарес. Ну что ж, ему, наверное, виднее он бомбар. Провалиться южноафриканцы не выйдут из группы. Это будет... Нападающих всего лишь в единственном числе. Один гол. Ух, какой удар. Гол! Фарлан забивает. Фантастика Фана Сариба Ласилеста. Ликует уругвайцы. Гол дивной красоты. Один из самых красивых на этом чемпионате мира. Вы посмотрите, как мяч летел. Как хлыстом, как плеткой пробил Фарлан. Мяч поднимался, затем опустился в девятку. Грустно замолчал Дмитрий Грузилин. Я просто думаю, как же так произошло. И как нужно вообще так бить поворотом. Может быть был рикошет. Он просто так и остается на правом фланге. Оставив в Каване левую бровку. Может быть... Ну, дальше что? Обыгрывать может быть будет? Обыгрывает! Дмитрий, оцените этот эпизод. Все ли правильно делал Каване? Он сыграл так, как типичные нападающие. Атака Мадисе. Блестяще, блестящий удар, как у с линии штрафной. Давайте мы еще раз посмотрим. Какая дистанция. Размашистая и чистая. Суарес. Желтая. Засрыв атаки. Ну так, для виду немножко повозмущался сейчас. Забить невозможно, если это только не верхом. Помог орбитам. В 87-м году на Кубке Южной... Причем... Дальний удар. Причем с большим трудом англичане в этом матче не проиграли. И там, как говорят люди, знающие и видевшие, очень здорово помог орбитам. Браво! И все. Первый тайм закончен. В первом тайме в матче группы А. Но здесь кому как больше нравится. Составы играющих команды. Давайте мы начнем. Смотрите, какое такое мрачное лицо у Таргу. Это было очень давно. А это Суара Штрафной от Кавани. Ну вот, вот она, связка-то сработала. В первый раз мы увидели, как один у другого сыграл очень четко. И посмотрите, какое такое мрачное лицо. Подача! Ух, как мяч. Всех проскочил и ушел за лицевую линию ворот. Приутихли немножко Литов. И когда его команда проигрывала... Ух, как Пенарс! Суарес. Обыгрывает дважды, падает. Но опять-таки, Дмитрий, если не было нарушения правил, наверное, отдать желтую карточку. Высокая подача, бить можно! Капитан команды вытянулся буквально параллельно земле. Рыбкой в воздухе, а пробить... Итак, посмотрите, в направлении... ...поцент точных передач был по первому тайму 89%. Причем это и средних, и длинных передач тоже касалось. Но мы знаем, что... Подача! Еще один угловой, это четвертый. Да-да, еще один будет вот только... Штрафной ушел слева фланг. Фланг Шабалала по-прежнему там, с левой ноги передача в район 11-метровый адр. Как бас партнеру! Посмотрите, ждали передачу на Кавани! Ну, немножко здесь понадеялся слишком Массимилиану Перейро, правый защитник, на свою силу. Но зато... Интересно, с правого фланга передача... Хорошая подача! Бела! Ой-ой-ой-ой-ой! Бела таких шансов может не быть, конечно, большего нападающего. Да, нужно было чуть-чуть мяч подрезать. Три в четыре идут футболисты сборной Рубая. Кавани! С лету пытался пробить, и удар у него не получился. О, что значит за непонимание, да? Суарес. Фарланг чуть дальше обыгрывает. Прострелит пиенара. Мадисе. Дальний удар по воротам. Удар в створ, между прочим. Однако Муслера вылавливает мяч. Это первый удар в створ. Кавани! Суарес! Падает Суарес! Что такое? Чем все завершается? Пенальти в ворота сборной Южной Африки. Ну что? Надо смотреть еще раз этот эпизод целиком. Атака динамичная. Вторая, даже третья волна накатила на ворота. Ой, красная карточка галкиперу. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Смотрим. 2-0! Под перекладину. Урагвай увеличивает преимущество. Угадал направление мяча галкипер, но уж больно сильно пробили. И на неудобной высоте. Такие удары не берутся, вы знаете. Куна стал вторым галкипером, когда-либо удаленным на чемпионате мира. Первым был Джанлука Пальюка в матче Италия-Норвегия в 94-м. И, кстати, итальянцы тогда выиграли в меньшинстве этот матч. 1-0. Обыгрывает. Можно бить Кавани. Ох, хорошая передача на Шабала. И дальше, но очень четко сыграл вернувшийся в оборону Перейра. Шабала. Удар в Орлан. Ну что, как насчет хитрик-то? Нет, ну, тут защитники. Решили, что никак насчет хитрик. Завтра я напоминаю, что состоятся три матча. Франция-Мексика, Греция-Нигерия и Аргентина-Корее. Юрный фаббек. Умпела. Можно простреливать. Мягко навешивает. Гол. 3-0. Но все, Перейра добивает окончательно сборную хозяев. Празднует. Луис Суарес. Ну, много он сегодня ошибался. Но вместе с тем пенальти заработал и голевую передачу сделал. Радуется. И все. Итак, раздается финальный звездок в матче в группе А в поединке ЮАР. Руквай.